МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Партнер программы сеть садовых центров Розмарин. До многих дач еще не добраться, но тем не менее каждый садовод, огородник мечтает о том, когда же наконец растает снег, и можно будет сказать, здравствуй, дача. Эта программа голос дачи зовет. И сегодня мы поговорим о том, урожай каких овощных культур выдастся этим летом на славу, а также куда лучше всего сажать пионы и клематисы. Хотите, чтобы на вашем участке царили гармония, спокойствие и уют? Тогда пусть на нем царствует пион. По китайскому поверью, этот цветок символизирует счастье, считается императорским. В древности его строго-настрого запрещали выращивать простому люду. Некоторые сорта оценивались очень дорого и покупались только за золото. В России же первые пионы появились при Петре I, цвели в царских и монастырских садах. В мире 5000 сортов пионов, и каждый хорош по-своему. Махровые, например, цветут дольше простых и соперничают с розами по красоте, сказочному аромату. Впечатляют и гигантские размеры – до 18 см. Низкорослые пионы хороши в альпийской горке, великолепно смотрятся в букетах. Кстати, для срезки рекомендуют побеги с двумя-тремя листьями. Средние и высокие хороши в группах. Особенно эффектно-контрастное сочетание или плавные переходы цветов по принципу усиления краски. Если хочется чего-то нового, выбирайте пион древовидный. От своего дровянистого родственника он отличается тем, что надземная часть осенью не отмирает. Растения только сбрасывают листья. Очень отзывчиво на минеральное и органическое удобрение. При подкормке этими удобрениями сроки цветения у них увеличиваются, зимостойкость повышается. Что дровянистый, что древовидный пион пересадок не любят. Поэтому лучше сразу посадить растения на самое солнечное и защищенное от ветра место. Хорошо, если пион от непогоды будут заслонять деревья и кустарники. Но плохо, если посадить их слишком близко. Корневая система императорских цветов уходит вглубь и в стороны на 70-90 сантиметров. Пионы относятся к семейству лютиковых, так же, как и популярные сегодня клематисы. Клематис вообще это вьющаяся лиана, которая предпочитает все-таки солнечные места, защищенные от ветра. При посадке клематиса я бы порекомендовала шеечку у клематиса оставить на поверхности. А вокруг клематиса посадить какие-нибудь однолетние или многолетние растения, чтобы клематис не высыхал. Клематис не требует много места. Корневая система компактная. К чему привередливы цветы, так и так поливу. Особенно в первые два года после посадки. По трехлетние кусты нужно выливать по 2-3 ведра воды. Один или два раза в неделю. Интересно, что ростки и молодые листья клематисов прямого и виноградно-листного можно употреблять в пищу. По вкусу они похожи на спаржу. По народному календарю 25 марта феофанов день или феофан проломи нас. К этому дню должен был полностью растаять снег. Прогнозу погоды наши предки уделяли большое внимание при планировании сельскохозяйственных работ. Кстати, многие специалисты считают, что Луна – самый верный предсказатель. Итак, какие прогнозы она уготовила на урожай этого лета? Предстоящий 2013 год пройдет под влиянием Луны. Это значит, говорят астрологи, будет много осадков. Весна выдастся неустойчивой и дождливой. Конец марта будет холодным. Май тоже заполнится низкими температурами. А вот июль и август ожидаются жаркими и влажными. Вероятно, частые грозы с молниями, градом и шквалистым ветром. Из-за повышенной влажности урожай вырастет отменным, говорят астрологи. Уродятся такие культуры, как овес, горох, ячмень. Также этот год порадует любителей тыквы, огурцов, арбузов, дынь, салата и земельники. Из сортов лучше всего вырастут нарциссы и пионы. Единственная проблема – быстрый рост сорняков и набеги со стороны вредителей. Колорадский жоп будет весьма плодовитым. В народе ее называют девичьей красой. И не зря. У бегонии все красивое – и цветы, и листья. Сегодня мы вместе со специалистом по выращиванию растений открытого грунта Валентиной Тихомировой учимся готовить клубни-бегоний к посадке. Середина марта действительно самое такое оптимальное время для того, чтобы клубни-бегоний подготовить к посадке. Здоровый клубень-бегоний должен быть плотным на ощупь, без мягких частей. Мягкие части свидетельствуют о том, что имеется загнивание, которое возможно при хранении. В таком виде оставлять ни в коем случае клубень нельзя. Нужно обработать обязательно либо раствором зеленки, либо толченым углем, у кого есть возможность. Только что обработанный срез обязательно в течение получаса нужно подсушить на воздухе, то есть до посадки. Клубни обязательно нужно перед посадкой продезинфицировать. В любом из имеющихся у вас фунгицидов против корневых нилей, либо, если под рукой таковых не оказалось, то в крепком растворе марганцовки. Подержать в течение получаса. Понятно, что если росточки есть, то росточками кверху, да? Если же клубень не проснулся, тогда обратите внимание, повертите его, посмотрите со всех сторон. Вогнутая часть, эта часть всегда верхняя. Выпуклая часть, вот такая круглая, это нижняя часть. Клубень нужно садить сантиметров на 5 ниже уровня горшка и посадить, не заглубляя верхнюю поверхность. Содержать только что посаженное растение лучше не на жарком подоконнике ни в коем случае, а в прохладном месте. Оптимальная температура была бы 15-18 градусов. На солнце бегонии очень сильно обгорают, поэтому лучше высаживать в условиях тенистых полутень или тень. Среди яблонегруш на участке Анатолия Сергеевича растет 30 кустов винограда. В рубрике «Модный огород» советуют для тех, кто еще не решился посадить южную культуру у себя на огороде. Если за все наши годы у меня померзли и сливы, и вишни, и груши, везде был ущерб, то ни один куст винограда не пострадал. Обязательно с северной стороны должен быть забор, север должен быть закрыт. С юга не должно быть ничего, что закрывает солнце, юг должен быть открыт. Забор желательно, чтобы был черный, темного цвета, для того, чтобы больше аккумулировать тепла. Ну и почва, песок и низкие грунтовые воды. Чтобы грунтовые воды были не менее метра, а если такового нет, то надо делать насыпной грунт. Самый ранний сорт, сорт «Ченкуч», который 15 июля я уже ем ягоды. Загадка «Шарова», а также фиолетовый ранний. Вот эти три сорта, которые испытаны мною, знаю, что поспевают рано, урожай дает большой. Надо следить за ростом винограда, вовремя подкормить, конечно, надо. Вовремя обрезать, самое главное, остановить его рост. Ну и формировка куста имеет немалое значение. Пользуемся мы все стандартным. Это азотные удобрения, природные, всем известный навоз. Он даже особого и полива не требует. Его поливать, может быть, один-два раза в год за лето. Дача без бани все равно, что клумба без цветов. Сегодня мы с дизайнером и дачницей Валерией Корзуновой будем делать мыломочалку. Валерия, что нам для этого потребуется? Для мыломочалки нам потребуется любое туалетное мыло, шерсть, теплая водичка, полотенечко и пузырьковая пленка. Берем шерсть. Шерсти нам потребуется немного. Немножко подрастягиваем ее. Смачиваем теплой водичкой. Теплая водичка нам нужна для того, чтобы чешуйки шерсти раскрылись, как зонтик. И под воздействием механического валяния, трения, они переплетаются и создают войлок. Мыло помещаем в центр нашей заготовочки и заворачиваем на мыло шерсть. Получается небольшая заготовочка, которую мы начинаем валять. Круговыми движениями начинаем тереть шерсть. Для мыломочалки хорошо использовать шерсть, так как она натуральная, экологически чистая, является мягким скрабом, хорошо отшелушивает кожу. Валяние нашей мыломочалки заняло 40 минут. Теперь она готова к использованию. Чем удобна мыломочалка? Что мыло находится внутри мочалки. И перед тем, как ее использовать, ее просто нужно намочить водой. Это была программа «Голос дачи зовет». Пусть дачные хлопоты будут приятными. Партнер программы – сеть садовых центров «Розмарин». Сеть садовых центров «Розмарин» приглашает вас за покупками. У нас вы можете найти качественный посадочный материал и удобрения. Огромный выбор ручного инвентаря, секаторов, плоскорезов различных модификаций и культиватор «Торнадо». Цены от производителя. Ждем вас за покупками. Редактор субтитров А.Семкин